Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, название доклада предполагает некий взгляд с высоты птичьего полета, поэтому я попытаюсь как-то найти, может быть, устраивающий всех вариант, который напомнит вам об особенностях последнего пересмотра классификации. И все-таки какие-то собственные наблюдения и важные выводы тоже позволят сделать. Ну вот вы видите то, как это выглядит в русском переводе. Это всеми элоидные опухоли в пересмотре 1917 года. Из них, наверное, самыми главными являются те, которые выделены красным. Ну, надо сказать, что, например, мостоцитоз впервые выделен как самостоятельное заболевание. Раньше он относился к милопролиферативным неоплазиям. Ну, а, например, бластные плазмоцтоидные, острая лейкоза с неопределенной линейностью были всегда. Что еще выделено в качестве самостоятельной формы первый раз? Это милоидные опухоли на фоне наследственных мутаций. Те, кто к этому прямого отношения не имеет, может показаться, ну, собственно, какая разница наследственная мутация и наследственная. Но я потом постараюсь, несмотря на то, что это чуть-чуть за рамками, все-таки пару комментариев сделать. Ну, это оригинал. Что изменилось? Ну, во-первых, миелогенный хмел, миелоджинес лекимия, стал миелоидным. Не знаю, какое это имеет значение. По-русски, как он был миелоидный или миелобластный, так и остался. А это важнее. В первичной миелофиброзе мы должны отвечать на вопрос, это префиброзная ранняя стадия или это стадия фиброзная. Мостоцитоз, я уже сказал о том, что он впервые здесь. Ну, и дальше такие маленькие декорации и изменения, которые позволяют выделить формы миелоидных опухолей со стойкими цитогенетическими или молекулярно-генетическими аномалиями. Я не буду для экономии времени на них сильно очень останавливаться, но вот просто, может быть, нам придется их подчеркнуть. Значит, когда речь пойдет о мелодиспластических синдромах, я поясню, почему мелодиспластический синдром с избытком бластов и эритроидным преобладанием оказался сейчас здесь, в мелодиспластических синдромах, потому что раньше это был острый эритробластный лейкоз. Вот они, миелоидные новообразования с наследственной предрасположенностью. Вы видите, что здесь, конечно, человек, который не каждый день с этим, он на это смотреть не может спокойно, без содрогания. Но вот видите, тут три группы. Мелоидные новообразования, при которых вот такие мутации, например, Сеппи и DDX41, при которых нет никакой органной дисфункции, вообще никакой нигде, в том числе и в костном мозге. Вот дальше целая группа новообразования, куда входит, в частности, germline runX1, там, где есть предсуществующие расстройства тромбоцитопоэза и функции тромбообразования. Это важно. И, наконец, ГАТА-2, там, где есть мультиорганные поражения. На этот счет есть рекомендации и есть довольно много работ, которые говорят о том, что надо в каждом случае, когда у молодого человека есть вот что-нибудь из вот этого, проводить настоящий скрининг на вот эти вот врожденные мутации. Вот здесь есть список вопросов, здесь есть одна из ссылок относительно последнего времени. А важно это почему? Важно это потому, что, например, если имеется врожденная мутация runX и лейкоз развивается на этом фоне, гематологи ориентируются на риски, ну, в частности, риски кровотечения, главным образом по количеству тромбоцитов. Если тромбоциты высоки, то как-то спокойно. Если они низки, то совсем неспокойно. А вот при наличии врожденной мутации runX1 пациент может критически закровить при абсолютно нормальном уровне тромбоцитов. Это один из многих практических выходов того, почему эту группу нужно выделять отдельно и как-то признать, что она должна быть отдельно и обратить на нее внимание. Следующая история. В отдельную строчку встал BCR-ABL-позитивный острый миелоидный лейкоз. Мы привыкли, что он должен быть хроническим. Это нехороший лейкоз, но почему он встал в самостоятельную строчку, тоже понятно. Потому что, видимо, во-первых, ингибиторы тирозинкинас показаны, а во-вторых, он, конечно, очень неблагоприятно течет. И нужно иметь в виду, что мы-то все знаем, что в подавляющем большинстве случаев критерием острого миелобластного лейкоза является порог. Он установлен еще некоторое время назад в 20% бластов. Раньше он был 30%, а сейчас он 20%. И вот есть три острых миелоидных лейкоза с стойкими цитогенетическими аномалиями. Это транслокации. Это транслокация 8,21, опять же, ран Х. Это транслокация или инверсия с поражением, с повреждением 16-й хромосомы. И это, конечно, ПМЛРРА, это 15-17. Когда диагноз острого лейкоза устанавливается вне зависимости от количества бластов. Вот это тоже очень важно. И надо сказать, что есть еще некоторые мутации, при которых, похоже, подход будет примерно таким же. Ну и вот отдельно опять ран Х, уже в другой системе, ненаследственной. И вот видите, как получается. Мы дробим, дробим, дробим. И в итоге опять крайности сходятся в какую-то группу, которая непонятно как к ней относится. Что такое ран Х? Представитель семейства транскрипционных факторов, который важен для дифференцировки и размножения миелоидной ткани. Так вот, теперь есть в классификации отдельные строчки для трех вариантов лейкозов с ран Х. Один это при транслокации 8-21 со стойкими цитогенетическими. Другой, только что выделенная, это мутация. И третий, это вот этот самый на основе врожденных дефектов, которые сопряжены с тромбоцитопатией. Легче не становится. Вот это единственный вывод, который я могу сделать. Итак, раз, два, три, четыре самых главных представителей этой группы. И давайте посмотрим, как они соотносятся друг с другом. На первый взгляд кажется, что вот он острый лейкоз. И вот милопролиферативные наверху, милодиспластические внизу. И закономерная серая зона между ними. Ну, тут казалось бы, и что? Ну, есть еще немножко серых зон, которые где-то близки к милодисплазиям. Это пластическая аномия, это ПНГ, это врожденные аномалии. Но об этом мы говорить не будем. Неважно. Мы будем рассматривать в основном вот этот комплекс. И этот комплекс, на самом деле, тоже немножко сложнее, чем кажется. Потому что милопролиферативные и милодиспластические заболевания имеют свойство прогрессировать. И прогрессируют они обычно, либо с развитием, ну, выглядит как развитие острого милобластного лейкоза. На самом деле, это бластная фаза хронических милопролиферативных. Или это вторичный острый лейкоз при милодиспластических и милопролиферативных смешанных заболеваниях. Но и это еще не все. Потому что по мере прогрессирования милодиспластические синдромы могут приобретать милопролиферативные черты. А милопролиферативные черты, милопролиферативные заболевания могут прогрессировать с развитием картины милодисплазии. И вот тогда получается целая куча серых зон и диагностических, и, конечно, биологических. И поэтому милопролиферативные заболевания, вот чтобы их довести до ума, для этого, если мы дойдем когда-нибудь до последнего слайда, будет написано, что надо делать. Понятно, что все вот то, о чем я говорил, это все гены. Гены такие или сякие, вот примерно те, и это далеко не полный список, и их группы, которые имеют в этом значение и играют определенную роль. И надо сказать, что можно было бы думать, что, ага, вот такой вот набор сюда, а вот такой вот сюда, и тогда это помогает диагнозам. Но если это все расположить вот в какой-то такой схеме, то получится, что, конечно, где-то меньше, где-то больше. Статистика – великая вещь, но диагностики она в сложных случаях вообще не помогает никогда. Вот и все. Мы можем сколько угодно знать про то, что это больше, это меньше, а как быть с данным конкретным пациентом. Ну, правда, если у тебя 25 подряд пациентов, которых не должно быть, то, наверное, 26-й – это уже слишком. Вот это единственное практическое применение, значит, статистических выкладок. Единственное, в чем можно быть уверенным, что есть некое количество таких, ну, очень ограниченных, так называемых драйверных мутаций, про которые думали, что они вот самые первые и самые главные, они определяют лицо и биологическую жизнь, значит, опухоли. Но вот их, к сожалению, очень мало. И, возможно, они как раз кое-что определяют, но, как мы знаем из нашего опыта, из литературного опыта, и они даже далеко не всегда определяют то, что должны определять. В группе милопролиферативных новообразований, опять же, мы не будем говорить про редкие вещи, мы будем говорить про четыре основных. И про милолейкоз мне, в общем, сказать особенно нечего, потому что он хорошо известен. А мы знаем теперь, может быть, больше про клональную эволюцию, клональную прогрессию, а, в общем-то, ХМЛ, он и есть ХМЛ. Единственное, что вот генетика добавила критерии фазы акселерации, а это важно, потому что это позволяет определенным образом выбирать терапию, вот определенные клональные хромосомные аномалии, которые выявляются в ходе или при первичной диагностике. Раньше этого не было, раньше учитывались только клональная цитогенетическая эволюция в сравнении с исходным кореотипом, а теперь нет. Ну и оценка – это немножко такой необычный подход, надо сказать, фазы акселерации в зависимости от ответа на терапию терозинкиназами. Такого тоже раньше никогда не было. Вот насчет бластной фазы, BP – это бластная фаза, а не то, что вы подумали. Известно, что у ХМЛ есть 70% миелоидных бластных фаз и 30% лимфоидных. С миелоидными все понятно, 20 плюс-минус или сплошной рост экстрамедулярный, и тогда мы говорим о том, что миелосаркома, которая развивается, она и является эквивалентным бластного криза в данном случае. Ну вот дополнительные замечания, на которые так вот как-то не совсем прямо, но все-таки указывают, в 2017 году они важны для патологоанатома. Потому что в костном мозге предлагается считать проявлением бластного криза очаговую пролиферацию бластов, если она занимает что-нибудь около одной лакуны приблизительно. Но это фактически миело саркома костного мозга, если хотите. Но, в общем, принято считать это эквивалентом бластного криза. И второй очень важный момент. Если мы видим заметное, ну хоть какое-то, я бы даже сказал, увеличение количества лимфобластов истинных при ХМЛ, то это чревато просто вот с места в карьер развитием бластного криза по лимфоидному типу, потому что бластный криз по лимфоидному типу совершенно не предполагает хоть какой-нибудь продолжительности фазы акселерации. Филадельфия – негативный МПМ. Но еще вот в 2008 году поменялась классификация. На нее, правда, многие, с кем мы работаем, так вот издалека мало внимания обращают. Все по-прежнему называют хроническими миелопролиферативными заболеваниями. И, как же его называют, хроническим идиопатическим миелофиброзом. Хотя уже давно его надо называть первичным миелофиброзом для того, чтобы, в общем, быть понятым не только здесь. Вот четыре основных. Когда-то Домешек, наше все, в общем, в гематологии, и несостоявшийся наш, значит, соотечественник, и основатель БЛАДА, и Американского гематологического общества, и всего на свете, он писал в 1951 году, что вот он так предложил сгруппировать более-менее самостоятельные формы миелопролиферативных заболеваний. Вот вам судить, насколько они более-менее самостоятельные. Ну, наверное, потому что клинический критерий – это критерий. Вот это кривая выживаемости для эссенциальной тромбоцитемии – это полицитемия, а вот это миелофиброз. В общем, критерий, наверное. А если с ХМЛ-ом все было понятно давно, это механизм – это 9.22, BCR, ABL и так далее, то в этом смысле пилодельфии негативные много десятилетий оставались какими-то непонятными и загнанными в угол. Наконец, груши все созрели одновременно, и в 2005 году 4, а потом и 5 группа научная одновременно обратила внимание, что у большинства пациентов есть мутация JAK2, а потом еще и MPL в 10-м экзоне, а потом еще и калеретикулин в 2013 году. И получилось, что теперь такими безродными остаются всего только 10% ИТИ и примерно 7% миелофиброза. Про остальные мы знаем, что такое драйверные мутации. Что они делают, эти драйверные мутации? Они все пляшут вокруг рецепции. Вот это калеретикулин, который модифицирует вне клеточный домен, вот это MPL в 10-м экзоне, который модифицирует внутриклеточный домен, а это ВИШ-117F в JAK2, который является адаптерной молекулой, поскольку сам по себе рецепторы риттер, тромба и бла-бла поэтина он не имеет внутренней тирозинкиназной активности. Ну вот понятно, что они все активирующие, и когда они активируются, когда они есть, то рецептор себя ведет, как будто бы он получает сигнал от, как это бывает в норме, от риттера, тромба или GKSF. Ну и дальше вот все и развивается по обычному пути. В 2008 году, я не буду это все читать и вам не советую, я просто обращу внимание на то, что ПМФ и ИТИ, вот морфологический критерий, он был среди основных, а ПВ, он был вот здесь. Вот он. Что-нибудь изменилось? Изменилось. Теперь посмотрим. ИТИ. Мало что изменилось. Я бы сказал, что вот эта вот добавка, она больше вносит раздора, чем смысла. А все остальное по-прежнему. Ну-ка, ретикулин добавился. Ну вот ситуация понятная. 32 года, ничего не повышено, а пластинки 950. Ну что? Ну, наверное, ИТИ. А вот это еще больше ИТИ, на первый взгляд. Посмотрите, вот эти мегакариоциты, да, гиперлобулярные, эритроидных мало, лежат отдельно, а эти еще более гиперлобулярные, лежат вместе. Вроде как ИТИ, а нет. Это результат лечения препаратом, стимулятором рецептора под названием ромипластин. Это литературное заимствование, а это наше личное наблюдение. И все примерно одинаково. Это первый, так сказать, камень или там кирпич в фундамент представления о том, что патологоанатом, диагностирующий хмпзл, лимфомы и что угодно гематологическое, не может жить без клиники. Не может он знать, что это пациент, там женщина 40 лет, и все. Не может, иначе это будут не диагнозы, а бог знает что. ПИВИ. Здесь самые серьезные изменения. Гемоглобин рухнул, гематокрит появился, и он не сильно впечатляющий. И самое главное, морфологический критерий попал в список основных. Правда, есть пояснение. Диагноз может быть установлен без биопсии, если вот это как здесь, как в 2008 году, или гематокрит вообще какой-то сумасшедший. И если джек-2 мутирован, и если по-низке, однако при отсутствии биопсии не возможно оценить фиброз и риск прогрессии. То есть клиницист воволен сам решать, хочет он оценить фиброз и риск прогрессии, или не хочет. Вот в такой ситуации. Значит, 60 лет все высоко. И гемоглобин, и гематокрит, и тромбоциты. И вот совершенно другая картина. Огромное количество мегакриоцитов, огромное количество эритроидных клеток. Мегакриоциты зрелые, резко полиморфные. И в общем это выглядит как истинная полицитемия. А вот это при примерно таких же показателях гемограммы совершенно другая картина. Вот эритроидного ростка здесь примерно один к одному. А мегакриоциты совершенно другие. Спокойные, нормальные, ровные. Поэтому это никаким образом не МПН. Хотя показатели численные, они могут быть сопоставимы. Но надо вот еще о такой возможности думать всегда. И вот вам пример. Женщина 80, ой, извините, 18. Мне уже все равно. Эритроциты до 8 миллионов. Гемоглобин 180. Лейкоциты норма. Тромбоциты норма. Вы посмотрите, сколько здесь эритропоэза. И вот это в течение 10 лет. Ну и какие здесь мегакриоциты. Мегакриоциты совершенно не производят никакого впечатления. А эритроциты производят. Что делать? А показатели, они 10 раз превышают то, что вот в качестве критерия. Нужно секвенировать рецептор эритропоэтина и установить диагноз наследственного эритроцитоза первого типа. Он, кстати, не склонен к прогрессии опухолевой, а он скорее склонен к сердечно-сосудистым осложнениям. Ну, как результат просто какого-то сумасшедшего эритроцитоза. Это же важно, правда? А вот обратная ситуация. 63 года, 8, 437, 142, ни то, ни сего. Но зато есть тромбы в печеночных венах. Ну, не поставить диагноз гематологу совсем. А давайте посмотрим на костный мозг. Это железная, истинная полицитемия. Железная и без вариантов. Как быть, если гематолог не может, а мы можем. Это называется маскированная форма. Есть для нее там ряд причин. А у кого интересуют всякие подробности, можно почитать статью, вот, например, эту. Она доступна в том числе в интернете. Милофиброз. Серьезного здесь ничего, кроме того, что есть отдельно префиброзная, есть фиброзная. Если мы будем строить кривые, то префиброзная будет вот так вот, а фиброзная будет вот так вот. Важно? Важно. Поэтому мы это выделяем. Ну, и если вдруг там попадает в 7%, нет мутации, то тогда надо делать вот это все. И тогда уже доказывать клональность гемопоеза. И делать вывод о том, что это милофиброз. Ну, милофиброз же даже просто других вариантов нет. И подходящие показатели. Относительно низкие эритроциты, выше лейкоциты. Ну, то есть гранулоцитарный, мегакриоцитарный миелоз старых авторов. И мегакриоциты с признаками чудовищной гиператипии. Вы видите, что мегакриоциты вообще важны в дифференциальной диагностике. И вот если вы взглянете на это даже мельком, то вы увидите, что они совсем разные. И вот диагнозы, для которых они характерны. Еще в требованиях современных, ну, тут совсем пересвечено, конечно. Но вы увидите, что клетки струятся, струятся, струятся. И еще крупные клетки формируют вот такие кластеры. Вот они струятся паровозиками и друг за другом формируют кластеры. Это, конечно, фиброз. Но для того, чтобы его оценить, нужно покрасить по гаморе. И тогда получится 0 наверху, 1 в середине, 2 дальше и 3. И причем по гаморе предпочтительней, потому что здесь уже коллаген. А коллаген по гаморе дает такие вот коричневатые тона. Очень важно определить, что такое MPN-U. Что это за U такое? Unclassified. Всегда кажется, что unclassified это можно использовать как помойку примерно. Туда все закинуть, что непонятно куда положить иначе. Так вот, безусловные признаки МПЗ, но не соответствуют. Ранние стадии, поздние стадии или интеркурентные заболевания, которые могут менять картину. И очень важно, что не диагностируется при небольшом объеме отсутствии данных, наличие предшествующей терапии и наличие определенных генетических дефектов. Вот смотрите на один такой почти unclassified. 49, 5,1 много для женщины, точно много. Гемоглобин почти там где-то у предела 160-155. Гематогрит почти у предела 48, а здесь 46. 9 и тромбоцитоз, вот с этим ничего не поделаешь. Тромбоцитоз есть. Это, конечно, выглядит скорее как эссенциальная тромбоцитемия, честно говоря. Но посмотрите, сколько эритроидных клеток. Других данных нет. Что писать? MPN-U? Вот многие бы написали MPN-U. А я не написал MPN-U. Я написал, вероятно, MPN в процессе диагностики нет данных. Каких данных нет? Нету генетики, нету анамнеза, нету того, нету сего. А когда это все появилось, каль-ретикулин мутирован, тромбозов нет, курит диагноз. Диагноз – эссенциальная тромбоцитемия. Почему эссенциальная тромбоцитемия? Потому что каль-ретикулин, с одной стороны, доказывает клональность, с другой стороны, абсолютно не характерен. Я бы сказал, почти невозможен для ПВ. Эритроцитоз, с другой стороны, является, скорее всего, осложнением хронической гипоксии, связанной с патологическими привычками. Ну и про прогрессию ПМФ. Прогрессия ПМФ – это выглядит вот так. Вот она сначала ПМФ с мутациями драйверными, а потом на другую сторону этой качельки что-то там еще накладывается. Накладывается, в результате качель съезжает в сторону дисплазии. Что мы видим? Особенно, если мы это видим впервые вот в этот момент. Это ужас, потому что разобраться в этом почти невозможно. Пример. Анемия. Вот анемия. Никакого цитоза, гематокрит 23, эритроциты 2,5 и все в таком духе. Какие-то бласты, лимфоциты, моноциты 12. Но на лейкоцитов 3,4 12 – это нормально, это не тысяча, это меньше. Не обследовался ЛДГ-184. Милограммы бластов не то несет, но качественный. В общем, ужас. И замечательный трепанобиоптат. Просто прелесть. Ну, радоваться можно. Вот это все, что пришло в трепанобиоптате. Значит, вот оно как выглядит. Это фиброз, в котором, конечно, затерты какие-то крупные клетки, мегакариоциты. Но смотрите, какие мегакариоциты. Это ведь не мегакариоциты МПНные. Это мегакариоциты МДСные. Это отдельно лежащие ядра. Это вот такие вот мячики в корзине, если хотите. Это кластеры с другой стороны. Это гиполобулярные мегакариоциты и так далее. Вот еще один пример, когда там гиперхромные, гиполобулярные, кластеры. И все это в фиброзе. Ну, и все-таки преобладает скорее гранула, чем эритра. И что с этим делать? Фиброз 2-3. 3 видно очень хорошо, потому что он желтый. При этом CD34 ничего тут нет. Все, что мы видим, это либо так, либо так. Срезанные сосуды. Панцпиницитозов не было. МДС. Джек-2 вроде есть МПЗ, но непонятна аллельная нагрузка. Ни то ничего. Спленомегалия соответствует фиброзу. МФ2-3, ну, скорее МДС. О, извините, МПН, но может быть и МДС. Эритроидных мало? Ну, скорее МПН. С признаками дисплазии, кластерами одиночно, понятна МДС. CD34 мало? Скорее МПН. Что? На меня наибольшее впечатление из этого всего произвело то, что МФ2-3 и при этом мало CD34 позитивных клеток. Потому что если это МДС с фиброзом, то это, как правило, МДС с избытком бластов. А здесь этого нет. Поэтому получился первичный милофиброз, фиброзная стадия. И черты МДС могут отражать прогрессию. Ну, вот теперь, наверное, два слова об МДС. Вот так это было. Вот изменения в номенклатуре. Все стало проще. Рефрактерная цитопения у нелинейной, многолинейной, непонятно что, РАРС, РСМД и РАЕП и прочее. Теперь все называется МДС. Вот если МДС, то МДС. Очень просто. МДС с однолинейной, мультилинейной, с ринк-кальцевидными сидоробластами, с избытком бластов, с Дель-5КУ и Unclassifiable. Вот, собственно, вся номенклатура. Она, на самом деле, упрощена. Ну, вот так сколько там? Три минуты, четыре минуты? Да? Типа того? Ну, я постараюсь законить. Ну, я же должен последний слайд-то показать. Придется пролистать. Значит, что изменилось? Вот эта мутация с F3B1, это мутация фактора сплайсинга, которая исключительно характерна для ринк-сидоробластов. Значит, и она влияет на определение критериев. Если она есть, то хватает 5% ринк-сидоробластов, чтобы поставить диагноз. Если ее нет, то тогда их должно быть 15%. Ну, это ладно. И еще. А теперь мы считаем бласты во всех случаях исключительно от всех клеток. А не вот не эритроидных, как это предполагалось раньше, если эритроидные превышают 50%. То есть, то, что раньше считалось острым эритроидным лейкозом, да, эритроидным, там, М6А, М6Б, то теперь один из них, он ушел в главу милодиспластических синдромов с избытком эритроидных, с избытком бластов. Вот, это важно, потому что вот эти вот эритроидные лейкозы старого типа, они совершенно не отвечали на агрессивную химиотерапию, которую назначали при лейкозах. Они вели себя скорее как МДС, а не как лейкозы. Ну, и это уже тоже детали. Значит, про это мы уже не успеем. Придется мне, конечно, сильно тут все пропустить, чтобы, чтобы... Ну, может быть, вот этот я покажу случай, и после этого последний слайд. Значит, вот какая тут история сложная. Панцетопения, 48 лет, а милобласты 10%, однократно потом они слизились, целая куча всяких аномалий, включая, возможно, конституциональную десамию Х, но тут и 5К, и 17, и 18, деревян седьмой, и что тут только нет. Значит, на первый взгляд кажется, что это вообще соответствует аплазии. И говорят, ой, аплазия, и все. Когда начинаешь на эту аплазию в клеточных участках смотреть подробнее, то видишь ужас, ужас, потому что вот это мегакариоциды совершенно ненормальные, ни одной зрелой клетки, ну, может быть, вот эта какая-то псевдопельгеровская, а все остальное не созревает. Скопление очень незрелых клеток. Вот мегакариоциды монолобулярные, вот еще одна картинка, а вот здесь, или вот здесь, вот здесь скопление незрелых клеток, вот совсем незрелых клеток. Получается, что это, в общем-то, МДС гипоклеточный. CD-34, в отличие от той картинки, смотрите, сколько их, да еще и в малоклеточном костном мозге. Мегакариоциды можно не считать, потому что они просто соответствуют, ну, это диспластические мегакариоциды. И вот фиброз. Значит, получился МДС избыток гластов с фиброзом МФ1, морфологический гипопластический вариант, комплексная хромосомная аберрация. Вот это я вам тоже не покажу, покажу последний слайд. Вот это то, что надо знать патолого-анатому, чтобы более или менее убедительно ставить какие-то диагнозы. А вот это, вот последний слайд. Значит, является комплексным диагнозом, диагноз МПН, МДС и требует участия гематологов, цитологов, патолого-анатомов, проточных цитометристов, цитогенетиков, молекулярных генетиков, всех. Если мало клинических данных, нет результатов цитологического, генетического и прочего исследования, материал недостаточного объема или плохо сохранена структура, нет динамического наблюдения, вполне приемлемо дать описательный ответ. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемый Вадим Валентинович, я думаю, наверное, для вопросов у нас, к сожалению, нет времени. Может быть, в конце у нас будет время для дискуссии. Может, один острый вопрос. Может быть, кто-то, да, действительно. Прямо такой, что прямо невозможно. Но таких, к счастью, нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.